Эстафета «Знамя Победы», стартовавшая в Коткино, продолжает свой путь. Точная копия легендарного знамени теперь побывала и в Тельвиске. Главный символ борьбы с фашизмом встречали всем селом. В местном Доме культуры собрались школьники и старшее поколение, среди которых труженики тыла. Александр Усачев с подробностями. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, а таковали наши границы. На экране кадры и кинохроники начала Великой Отечественной войны. Звучат слова обращения к советскому народу комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Для тружеников тыла эти слова звучат как метроном, отчитывающий дни военного лихолетия. Из Тельвиски ушли на фронт 160 человек, и только 31 из них вернулись на родину живыми. Женщины, старики и дети, не жалея сил, трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. И вот долгожданная победа пришла, как это знамя накануне своего 70-летия. В те годы фонд обороны страны сельчане сдавали теплые вещи и деньги. Только работниками телевисочной средней школы на постройку танковой колонны «Архангельский колхозник» было собрано 1220 рублей, на постройку самолетов – 1280. Медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны награждены более 30 колхозников и служащих. В 1944 году в Тельвиске был создан Совет Джон Фронтовиков, который оказывал помощь семьям погибших и инвалидам. Сегодня с нами в этом зале у нас присутствуют наши любимые труженики тыла. Низкий вам поклон, наши дорогие, долгих лет жизни и, конечно же, здоровья. Главатель Височного сельсовета вручил труженикам тыла юбилейные медали – 70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, учрежденные указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным. Поздравление с юбилеем победы от имени губернатора Ненецкого округа Игоря Кошина засчитал его помощник Олег Поздеев. 70 лет назад каждый из вас, такой родной и знакомый всем землякам, ковал Великую Победу в тылу. Прошло 7 десятилетий. Но то, что вы сделали тогда, будучи молодыми парнями и девушками, не стереть из памяти никогда. По окончанию торжественного вечера все участники поднялись на сцену, чтобы сфотографироваться на фоне легендарного знамени. Эстафета «Знамя Победы» проходит в округе по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». За весь период проведения акции «Победный стяг» побывает во многих деревнях и селах нашего региона. 9 мая на открытии памятника танку Т-34 эта точная копия «Знамени Победы» будет торжественно вручена на хранение школе-поселка искателей. Александр Русачев, Телеканал Север.